Сюда мы приехали по обращению жителей дома 30 по улице Пролетарской. За январь люди получили квитанции с тысячными суммами перерасчета за оплату общедомовых нужд. Мы приехали, чтобы на месте разобраться в этой ситуации. В январе месяце мы получили квитанции от НС и НЕРГОТУЛА по поводу оплаты за ОДН. Нам сделали перерасчет с июня по декабрь месяц. Очень большие суммы выставили. Поэтому мы хотим разобраться, почему так получается. ОДН большой получилось, потому что вовремя не поступил протокол общего собрания в электросети, и поэтому они начислили все сразу. Плюс еще у нас очень много нет счетчиков, 50 счетчиков нет. Вот. И поэтому, если проживает два человека, им выставляют норматив 180 на 2, то тогда, значит, получается, у них еще там дети, кто-то еще приходит, и тратят они не 180, а больше. Но многие не хотят ставить совершенно, вообще отказываются ставить ни водяные счетчики, ни электросчетчики. Мы с управляющей компанией беседовали, и сейчас решается вопрос о том, что это не точная информация, но, возможно, раз нет закона о том, чтобы заставить человека поставить электросчетчик, как-то будем находить ресурсы, чтобы поставить всем счетчики управляющих компаний. Может быть, но это я не точную даю информацию. Мы сейчас все это обходим людей и решаем эти вопросы. В первой месяце в нашей адресу в адресу национально-электрическую перегрузку от ООО «Тульского ЖКХ», управляющей компанией данным домом, на котором было принято собственниками, принято решение о распределении всего объема поступившей электрической энергии в дом между собственниками пропорционально занимаемой площади. Так как перерасчет был сделан за несколько расчетных периодов, соответственно, такая большая сумма и вылезет. Образовавшаяся разница между электроэнергией, поступившей в дом и выставленной по индивидуальным приборам учета, и в пределах норматива ЗОДН, разница выставлялась управляющей компанией. Управляющей компанией она оплачена не была. Впоследствии в суд мы заявили свои требования с понуждением управляющей компании оплатить, куда были предоставлены протоколы общего собрания, на котором собственниками принято решение, что весь объем мы должны оплачивать собственники. Соответственно, на основании этих протоколов и был произведен перерасчет. Нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы она обязала установить электросчетчики в квартирах, которые ими не оборудованы. А это требуется по закону, не жители. А управляющая компания обязана начать работу по возвращению долгов за электроэнергию от неплательщиков. Кроме этого, обязать управляющую компанию произвести осмотр электрических щитов, электрической проводки подъездов, проверить, нет ли где-то незаконных подключений к электрическим сетям многоквартирного дома, а также нет ли подключения к счетчику, который считает электроэнергию со всего дома, наружного освещения, которое не должно быть включено. Если есть какие-то провайдеры на доме, они тоже должны быть запитаны через счетчик. Иногда бывает, что они запитываются от общей системы дома, то есть они же для своего оборудования тоже у них тратится электроэнергию. И она идет на общий счетчик. В современной сфере ЖКХ очень многое зависит от самих собственников жилья, от их активности и согласованности их действий. Чем лучше у них это будет получаться, тем меньше они смогут платить за свое жилье и тем в более комфортных условиях смогут жить. Елена Хворостенко, Сергей Фоночкин, программа СОС ЖКХ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова